Не все еще отошли от Нового года, мы решили вначале поговорить об этом прекрасном празднике, о том, как его отмечают в разных странах мира, поскольку Михаил Николаевич посетил некоторые из них. Я в странах Балтии был, и это, по-моему, очень интересно сравнить, как празднуют у нас и как в странах Балтии. Знаете, ну я в первые дни Нового года был в Таллине, в Вильнюсе и в Риге, без концертов, просто мы проехались с семьей, и было четкое ощущение, что кризис у них. Потому что когда, после этих трех городов, мне надо было заехать на один день в Москву, на полтора дня, я был потрясен. Здесь огни, свет, радость, елки с огромным количеством мигающих, подмигивающих огоньков, приехали туристы с детьми, показывают, как это красиво, выставки картин на улицах. Все это очень радостно было, вот так скажем. А сколько денег на фейерверки выпущено? О, вообще, вот для меня вообще это загадка. Как люди живут в проголоде, а фейерверчат по полной программе. Неужели они весь год экономят бабки, чтобы фейерверк запустить? Знаете, в Юрмале, ну вы знаете, что в Юрмале сейчас, в это лето уже не будет никаких фестивалей. Ни КВНа не будет, ни, ну остается под вопросом Comedy Club, не будет фестиваля юмористического, который по второму каналу показывает, и не будет новой волны. Юрмала так опечалена, официанты, сами горожане только и говорят об одном, таксисты, что у них не будет в этом году заработка. Для них просто конец света наступил, потому что не приедут русские. Более того, у нас строили множество домов и квартир по всей Юрмале, и все это теперь не продастся, потому что никакие немцы покупать у них квартиру не будут. Ну, ладно, это не наша с вами проблема. В конце концов, действительно, в Сочи есть гостиницы, есть прекрасные залы, и в Сочи эти фестивали могут проходить гораздо лучше, чем в Юрмале, между прочим. Но, что я хотел сказать, и вот 31 декабря, Новый год, в 11 часов по Риге, наш Новый год, российский. 12 часов в Москве, 11 в Риге. Ну да, на час же разница. Такая пальба была, вы представить себе не можете, но ощущение было, что землетрясение началось. Вот я был в гостях у тихих, интеллигентных людей, у них собака забилась в шкаф в доме, в доме с двойными стеклопакетами. С криком «Русские идут, забилась шкаф». Русские закрыло лапами уши, ее оттуда невозможно было всю ночь вынуть. Ну это наши, получается, праздновали. Конечно, это в 11 часов, то есть это совершенно не тамошный, это тутошный, а не тамошный Новый год. И вот наступил Новый год латышский. Ну, три хлопушки булькнуло в небо. Ну так вяло это было, по сравнению с тем, как громыхали фейерверки в 11 часов. Знаете, мне даже стало жалко латышское население. Может, это остатки даже были от того, что целый час длились. Может быть, что-то наши оставили. Наши, в смысле, русскоязычные. Ну, в общем, сразу после Нового года пытаются ввести закон, что в транспорте, в такси, везде все должны говорить только на латышском языке и русскоязычные тоже. В общем, все равно это ничего не... или введут законы, ничего это не будет. Бог с ним. Ну, а я смотрел Огонек. Вот знаете, я целый год не смотрел телевизор. И я должен сказать, чтобы понравились телепрограммы, надо год не смотреть телевизор. Ну, во-первых, я сделал вывод, когда смотрел телевизор в первые дни Нового года, следующий. Я же такого количества реклам не видел никогда. Ну, я только в нашей передаче там... Ну, у нас специфическая реклама. У нас специфическая, на которую мы с вами обращаем внимание. Но тут, слушайте, значит, первая реклама у мужика насморк. Вторая, баба чихай. Третья, мужик кашляет. Четвертая, упарщик семейный кариес. Следующий. И живут вместе. И живут вместе. И сжога, отрыжка, прыщи на теле. Это в рекламах все. Целый оркестр вскакивает, у них геморрой. Они играют на скрипках и поднимаются со стульев. И лекарство от геморроя, значит, рекламируется. Тут же гайморит, по-моему, многие путают, что эти два... Запор и понос. Значит, и это все в блогах, в этих рекламных. Вот к чему ведет. А для кого показывают? Для тех, кто смотрит телевизор. Значит, я делаю... Кто смотрит телевизор, у тех и развиваются вот эти болезни. Кроме того, это же какой современный человек, если он деньги тратит вот только на это, на все. Раньше мебельные гарнитуры были. Все, нет больше рекламы мебельных гарнитур. Ну и что я вам хочу сказать. Я видел два огонька сразу. По первому и по второму каналам. И, ну, про второй канал я должен сказать. Ну, первый. А они называют себя первой. Россия первой. Они не могут назвать второй. Они хотят тоже быть первым, но присоединили слово России. Знаете, я 15 лет назад и 20 лет назад снимался в этих огоньках. Было очень интересно мне. Потому что мы, например, пели куплеты с Михаилом Задорновым, экономистом, с Михаилом Швидким пели куплеты. Вообще, все это было забавно, прикольно. И, честно говоря, по тому времени современно. И вот прошло 15 лет. Я не смотрел, я включил. Ну, друзья мои, вы не поверите. Все те же лица, кроме Задорнова. И поют примерно то же самое. Ничего... Нет, лица, я неправильно скажу, помолодели. Те же, но здорово помолодели. Видно, что технологии медицинские улучшились, и бабок стало больше на это дело. Реклама действует весь как-то. Вот это... И уже так по них посмотришь, уже у них ни кариеса, ни изжоги, уже у этих лиц нет. Но все тоже попсовое совершенно. Но один номер мне очень понравился. Это, конечно, когда Валерия Газманов и Кобзон пели куплеты. Ну, я так назвал по эстрадному куплеты. Но это было остроумно. Действительно, нашли террориста.